Цыганочку Стас Карпов сыграл и в студии популярного телевизионного шоу на федеральном канале. В Москву он поехал с мамой и бабушкой, а началось все с того, что в интернет попало видео с участием Стаса. В нем мальчик давал интервью местным тележурналистам. Ролик быстро стал, что называется, вирусным. А в дальнейшем кем хочешь стать? Ну, директором. Директором музыкальной школы? Нет, но в Татнефть. Когда меня спросили, кем я хочу стать в будущем, я сказала с уверенностью, что я хочу стать генеральным директором Татнефть, потому что он помогает, он закрывает больницы, детские сады и помогает народу. Кем он станет, покажет время, станет ли он большим человеком, генеральным директором Татнефть или не станет, посмотрим. Но то, что он имеет цель, это уже хорошо, он стремится к чему-то, занимается, серьезным человеком стал. Бабушка Раиса Муставовна тоже увлекалась игрой на баяне. Именно она привела внуку интерес к музыке. По музыке вот мне очень нравится, как он занимается. Первые два класса еще он как-то как будто бы вникал, въезжал, так скажем. А вот сейчас он уже довольно самостоятельно этим занимается. Стас везет активный образ жизни. Помимо музыки, увлекается плаванием и шахматами. В копилке музыкальных достижений – участие и призерство в городских и республиканских фестивалях. А еще у него есть свидетельство об участии в проекте «Дети детям» фонда Владимира Спивакова. Еще одно семейное хобби – это создание поделок. В семейной коллекции 15 разнообразных фигурок из папье-маше. Станет ли мальчик директором нефтяного предприятия или нет, покажет время. А пока у энтузиаста много целей, которые ему еще предстоит осуществить.